Иван Александрович Глава седьмая Захару было за пятьдесят лет. Он был уже не прямой потомок тех русских колебов, рыцарей лакейской, без страха и упрека, исполненных преданности к господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков. Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов. Страстно преданный барину, он, однако ж, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. Слуга старого времени удерживал бывало барина от расточительности и невоздержания, а Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет. Прежний слуга был целомудрен, как явнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства. Тот крепче всякого сундука сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоит себе лежащую на столе медную гривну или пятак. Точно так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара, она уже к нему обратно никогда не поступит. Важнее сумму он не крал, может быть, потому что потребности свои измерял гривнами и гривенниками или боялся быть замеченным, но во всяком случае не от избытка честности. Старинный колеб умрет скорее, как отлично выдрессированная охотничья собака над съестным, которая ему поручит, нежели тронет. А этот так и выглядывает, как бы съесть и выпить и то, чего не поручают. Тот заботился только о том, чтоб барин кушал больше и тосковал, когда он не кушает. А этот тоскует, когда барин съедает дотла все, что не положит на тарелку. Сверх того Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что этакого дурного барина еще и не слыхано. И капризнен-то он, и скуп, и сердит, и что не угодишь ему ни в чем, что словом лучше умереть, чем жить у него. Это Захар делал не из злости и не из желания повредить барину, а так по привычке, доставшийся ему по наследству от деда его и отца обругать барина при всяком удобном случае. Он иногда от скуки, от недостатка материала для разговора или, чтоб внушить более интереса слушающие его публике, вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину. «Мой-то повадился, вон все, кто и вдове ходить!» — хрипел он тихо, по доверенности. Вчера писал записку к ней. Или объявит, что барин его такой картежник и пьяница, какого свет не производил, что все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькую. А ничего не бывало. Илья Ильич ко вдове не ходит, по ночам мирно почивает, карт в руки не берет. Захар неопрятен, он бреется редко, и хотя моет руки и лицо, но, кажется, больше делает вид, что моет. Да и никаким мылом не отмоешь. Когда он бывает в бане, то руки у него из черных сделаются только часа на два красными, а потом опять черными. Он очень неловок. Станет ли отворять ворота или двери, отворяет одну половинку, другая затворяется, побежит к той, эта затворяется. Сразу он никогда не подымает с пола платка или другой какой-нибудь вещи, а она гнется всегда раза три, как будто ловит ее, и уж разве в четвертый поднимет, и то еще иногда уронит опять. Если он несет через комнату кучу посуды или других вещей, то с первого же шага верхние вещи начинают дезертировать на пол. Сначала полетит одна, он вдруг сделает позднее и бесполезное движение, чтобы помешать ей упасть, и уронит еще две. Он глядит разиня рот от удивления на падающие вещи, а не на те, которые остаются на руках, и от того держит поднос коса, а вещи продолжают падать. И так иногда он принесет на другой конец комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда с бранью и проклятиями бросит сам и последнее, что осталось в руках. Проходя по комнате, он заденет то ногой, то боком за стол, за стул, не всегда попадает прямо в отворенную половину двери, а ударится плечом о другую и обругает при этом обе половинки, или хозяина дома, или плотника, который их делал. У обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи, особенно мелкие, требующие осторожного обращения с ними. И все по милости Захара. Он свою способность брать в руки вещь прилагает ко всем вещам одинаково, не делая никакого различия в способе обращения с той или другой вещью. Велят, например, снять со свечи или налить в стакан воды, он употребит на это столько силы, сколько нужно, чтобы отворить ворота. Не дай Бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает все убрать, вычистить, установить, живо разом привести в порядок. Бедам и убыткам не бывало конца. Едва ли неприятельский солдат, ворвавшись в дом, нанесет столько вреда. Начиналась ломка, падение разных вещей, битье посуды, опрокидывание стульев, кончалась тем, что надо было его выгнать из комнаты, или он сам уходил с бранью и с проклятиями. К счастью, он очень редко воспламенялся таким усердием. Все это происходило, конечно, от того, что он получил воспитание и приобретал манеры не в тесноте и полумраке роскошных прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где черт знает, чего не наставлено, а в деревне, на покое, просторе и в вольном воздухе. Там он привык служить, не стесняя своих движений ничем, около массивных вещей. Обращался все больше с здоровыми и солидными инструментами, как-то с лопатой, ломом, с железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь. Иная вещь, подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье стоит года три-четыре на месте. Ничего. Чуть он возьмет ее. Смотришь, сломался. «Ах!» — скажет он иногда при этом Обломову с удивлением. «Посмотрите-ка, сударь, какая диковина! Взял только в руки вот эту штучку, а она и развалилась». Или вовсе ничего не скажет, а тайком поставит поскорей опять на свое место и после уверит барина, что это он сам разбил. А иногда оправдывается, как видели в начале рассказа, тем, что и вещь должна же иметь конец. Хоть будь она железная, что не век ей жить. В первых двух случаях еще можно было спорить с ним, но когда он в крайности вооружался последним аргументом, то уже всякое противоречие было бесполезно, и он оставался правым без апелляции. Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал. Он утром ставил самовар, чистил сапоги и то платье, которое барин спрашивал, но отнюдь не то, которое не спрашивал, хоть виси оно десять лет. Потом он мел, не всякий день, однако ж середину комнаты, не добираясь до углов, и обтирал пыль только с того стола, на котором ничего не стояло, чтоб не снимать вещей. Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с Анисьей в кухне и с дворней у ворот, ни о чем не заботясь. Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказание неохотно. После споров и убеждений в бесполезности приказания или невозможности исполнить его. Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью в круг начертанных им себе занятий. Если ему велят вычистить, вымыть какую-нибудь вещь или отнести то, принести это, он по обыкновению с ворчанием исполнял приказание. Но если б кто захотел, чтоб он потом делал то же самое постоянно сам, то этого уже достигнуть было невозможно. На другой, на третий день и так далее нужно было бы приказывать то же самое вновь и вновь входить с ним в неприятные объяснения. Несмотря на все это, то есть, что Захар любил выпить, посплетничать, брал у Обломова пятаки и гривны, ломал и бил разные вещи и ленился, все-таки выходило, что он был глубоко преданный своему барину слуга. Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая этого подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград. Он смотрел на это как на естественное, иначе быть немогущее дело. Или, лучше сказать, никак не смотрел, а поступал так без всяких умозрений. Теорий у него на этот предмет не было никаких. Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу. Он не сам выдумал их. Они перешли от отца, деда, братьев, дворни, среди которой он родился и воспитался, и обратились в плоть и кровь. Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом, и даже не считая ничем, а просто бросился бы на смерть, точно так же, как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, отчего должна броситься она, а не ее господин. Но зато, если б понадобилось, например, просидеть всю ночь подле постели барина, не смыкая глаз, и от этого бы зависело здоровье или даже жизнь барина, Захар непременно бы заснул. Наружно он не выказывал не только под обострастие к барину, но даже был грубоват, фамильярен в обхождении с ним, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь, и даже, как сказано, злословил его у ворот, но все-таки этим только на время заслонялось, а отнюдь не умалялось кровное, родственное чувство преданности его не к Илье Ильичу, собственно, а ко всему, что носит имя Обломова, что близко, мило, дорого ему. Может быть, даже это чувство было в противоречии с собственным взглядом Захара на личность Обломова. Может быть, изучение характера барина внушало другие убеждения Захару. Вероятно, Захар, если бы ему объяснили о степени привязанности его к Илье Ильичу, стал бы оспаривать это. Захар любил Обломовку, как кошка свой чердак, лошадь стоила, собака конуру, в которой родилась и выросла. В сфере этой привязанности у него выработывались уже свои особенные личные впечатления. Например, Обломовского кучера он любил больше, нежели повара. Скотницу Варвару больше их обоих, а Илью Ильича меньше их всех. Но все-таки Обломовский повар для него был лучше и выше всех других поваров в мире, а Илья Ильич выше всех помещиков. Тараску-буфетчика он терпеть не мог, но этого Тараску он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете, потому только что Тараска был Обломовский. Он обращался фамильярно и грубо с Обломовым, точно так же, как шаман грубо и фамильярно обходится с своим идолом. Он и обметает его, и уронит, иногда, может быть, и ударит с досадой, но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей. Малейшего повода довольно было, чтобы вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть с благоговением на барина, иногда даже удариться от умиления в слезы. «Боже, сохрани», чтоб он поставил другого какого-нибудь барина не только выше, даже наравне с своим. «Боже, сохрани», если б это вздумал сделать и другой. Захар на всех других господ и гостей, приходивших к Обломову, смотрел несколько свысока и служил им, подавал чай и прочее с каким-то с нисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которую они пользуются, находясь у его барина. Отказывал им грубовато. «Барин, где почивает», говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы. Иногда вместо сплетни и злословия он вдруг принимался неумеренно возвышателю Ильича по лавочкам и на сходках у ворот, и тогда не было конца восторгом. Он вдруг начинал вычислять достоинства барина, ум, ласковость, щедрость, доброту, и если у барина его недоставало качеств для панигирика, он занимал у других и придавал ему знатность, богатство или необычайное могущество. Если нужно было постращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина, он стращал всегда барином. «Вот постой, я скажу барину», говорил он с угрозой, «будет уже тебе». Сильнее авторитета он и не подозревал на свете. Но наружные сношения обломова с Захаром были всегда как-то враждебны. Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому даром. Много надо и с той, и с другой стороны жизненного опыта, логики, сердечной теплоты, чтобы, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками. Илья Ильич знал уже одно необъятное достоинство Захара — преданность к себе и привык к ней, считая также с своей стороны, что это не может и не должно быть иначе. Привыкший же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог и при своем равнодушии к всему сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара. Если Захар, питая в глубине души к барину преданность, свойственную старинным слугам, разнился от них современными недостатками, то и Илья Ильич с своей стороны, ценя внутреннюю преданность его, не имел уже к нему того дружеского почти родственного расположения, какое питали прежние господа к слугам своим. Он позволял себе иногда крупно брониться с Захаром. Захару он тоже надоедал собой. Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьке к Илье Ильичу и с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократическую принадлежностью дома, назначенную для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев борчонка утром и раздев его вечером, остальное время ровно ничего не делал. Ленивый от природы, он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда не поставить самовар, не подмести полов. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую, в кухню. Не то так, по целым часам, скрестив руки на груди, стоял у ворот и с сонною задумчивостью посматривал на все стороны. И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома. Он и служи барину, и мети, и честь, он и на побегушках. От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве проявилась грубость и жестокость. От этого он ворчал всякий раз, как голос барина заставлял его покидать лежанку. Несмотря однако на эту наружную угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. Он любил даже проводить время с ребятишками. На дворе у ворот его часто видели с кучей детей. Он их мирит, дразнит, устраивает игры или просто сидит с ними, взяв одного на одно колено, другого на другое, а сзади шею его обовьет еще какой-нибудь шалун руками или треплет его за бакенбардой. И так обломов мешал Захару жить тем, что требовал поминутно его услуг и присутствие около себя. Тогда как сердце сообщительный нрав, любовь к бездействию и вечная никогда не умолкающая потребность сживать влекли Захара то к куме, то в кухню, то в лавочку, то к воротам. Давно знали они друг друга и давно жили вдвоем. Захар нянчил маленького обломова на руках, а обломов помнит его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем. Старинная связь была неистребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причёсанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара. Так Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренне благоговеть перед ним. Глава восьмая Захар, заперев дверь за Тарантиевым и Алексеевым, когда они ушли, не садился на лежанку, ожидая, что барин сейчас позовёт его, потому что слышал, как тот сбирался писать. Но в кабинете Обломова всё было тихо, как в могиле. Захар заглянул в щель. Что ж, Илья Ильич лежал себе на диване, опершись головой на ладонь. Перед ним лежала книга. Захар отворил дверь. «Вы чего лежите-то опять?» спросил он. «Не мешай. Видишь, читаю». Отрывисто сказал Обломов. «Пора умываться да писать», говорил неотвящивый Захар. «Да, в самом деле пора», очнулся Илья Ильич. «Сейчас, ты поди, я подумаю». «И когда это он успел опять лечь-то?» ворчал Захар, прыгая на печку. «Проворен». Обломов успел однако же прочитать пожелтевшую от времени страницу, на которой чтение прервано было с месяц назад. Он положил книгу на место и зевнул. Потом погрузился в неотвящивую думу о двух несчастьях. «Какая скука!» шептал он, то вытягивая, то поджимая ноги. Его клонило к книге и мечтам. Он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила, но оно было на самом зените и только обливало ослепительным блеском известковую стену дома, за которой закатывалось по вечерам в виду обломова. «Нет, прежде дело», строго подумал он, а потом... Деревенское утро давно прошло, и петербургское было на исходе. До Ильи и Ильича долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов, пение кочующих артистов, сопровождаемое большую частью лаем собак. Приходили показывать и зверя морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты. Он лег на спину и заложил обе руки под голову. Илья Ильич занялся разработкой плана имения. Он быстро пробежал в уме несколько серьезных коренных статей об оброке, о запашке, придумал новую меру построже против лени и бродяжничества крестьян и перешел к устройству собственного жития-бытия в деревне. Его занимала постройка деревенского дома. Он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат, определил длину и ширину столовой, бильярдной, подумал и о том, куда будет обращен окнами его кабинет. Даже вспомнил о мебели и коврах. После этого расположил флигеля дома, сообразив число гостей, которые намеревался принимать. Отвел место для конюшен, сараев, людских и разных других служб. Наконец обратился к саду. Он решил оставить все старые липовые и дубовые деревья так, как они есть, а яблони и груши уничтожить и на место их посадить акацией. Подумал было о парке, но, сделав в уме примерно смету и сдержкам, нашел, что дорого. И, отложив это до другого времени, перешел к цветникам и оранжереям. Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах до того жива, что он вдруг перенесся на несколько лет менее устроено по его плану и когда он живет там безвыездно. Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе за чайным столом под непроницаемым для солнца навесом деревьев с длинной трубкой и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом прохладой тишиной. А вдали желтеют поля. Солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий как зеркало пруд. С полей восходит пар. Становится прохладно. Наступают сумерки. Крестьяне толпами идут домой. Праздная дворня сидит у ворот. Там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка, девки играют в горелки. Кругом его самого резвятся его малютки. Лезут к нему на колени, вешаются ему на шею. За самоваром сидит царица всего окружающего, его божество, женщина, жена. А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки. Накрывался большой круглый стол. Захар, произведенный в мажордомы с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку. Садятся за обильный ужин. Тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его Штольц и другие все знакомые лица потом отходят ко сну. Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья. Мечта была так ярко, жива, поэтично, что он мгновенно повернулся лицом к подушке. Он вдруг почувствовал смутное желание любви, тихого счастья, вдруг зажаждал полей и холмов своей родины, своего дома, жены и детей. Полежав ничком минут пять, он медленно опять повернулся на спину. Лицо его сияло кротким трогательным чувством. Он был счастлив. Он с наслаждением медленно вытянул ноги, отчего панталоны его засучились немного вверх, но он и не замечал этого маленького беспорядка. Услужливая мечта носила его легко и вольно далеко в будущем. Теперь его поглотила любимая мысль. Он думал о маленькой колонии друзей, которая поселится в деревеньках и фермах в пятнадцати или двадцати верстах вокруг его деревни, как попеременно будут каждый день съезжаться друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать. Ему видятся все ясные дни, ясные лица, без заботы морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувидающим аппетитом. Будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень. Боже, Боже, произнес он от полноты счастья и очнулся. А тут раздалось со двора в пять голосов. Картофеля! Песку, песку, не надо ли? Уголье, уголье! Пожертвуйте, милосердные господа, на построение храма господня! А из соседнего, вновь строящегося дома, раздавался стук топоров, крик рабочих. Ах! Горесно вслух вздохнул Илья Ильич. Что за жизнь, какое безобразие этот столичный шум, когда же настанет райское желанное житье? Когда в поля, в родные рощи, думал он. Лежать бы теперь на траве под деревом, да глядеть сквозь ветки на солнышко и считать, сколько птичек перебывает на ветках. А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница с голыми круглыми и мягкими локтями и с загорелой шеей. Потупляет плутовка взгляд и улыбается. Когда же настанет эта пора? А план? А староста? А квартира? Вдруг раздалось в памяти его. Да, да, торопливо заговорил Илья Ильич. Сейчас, сию минуту. Обломов быстро приподнялся и сел на диване, потом спустил ноги на пол, попал разом в обе туфли и посидел так, потом встал совсем и постоял задумчиво минуты две. Захар, Захар, закричал он громко, поглядывая на стол и на чернильницу. Что еще там? Послышалось вместе с прыжком. Как только ноги-то таскают меня? Хриплым шепотом прибавил Захар. Захар, повторил Илья Ильич задумчиво, не спуская глаз со стола. Вот что, братец, начал он, указывая на чернильницу, но не кончив фразы, впал опять в раздумье. Тут руки стали у него вытягиваться кверху, колени подгибаться, он начал потягиваться, зевать. Там оставался у нас, заговорил он, все потягиваясь с расстановкой. Сыр? Да, дай мадеры, до обеда долго, так я позавтракаю немного. Где это он оставался, сказал Захар. Не оставалось ничего. Как не оставалось, перебил Илья Ильич. Я очень хорошо помню, вот какой кусок был. Нет, нету, никакого куска не было, упорно твердил Захар. был, сказал Илья Ильич. Не был, отвечал Захар. Ну так купи, пожалуйте денег. Вон мелочь там возьми. Да тут только рубль сорок, а надо рубль шесть гривен. Там еще медные были. Я не видал, сказал Захар, переминаясь с ноги на ногу. Серебро было, вот оно и есть, а медных не было. Были, вчера мне разносчик самому в руки дал. Он при мне дал, сказал Захар. Я видел, что мелочь давал, а меди не видал. Уж не тарантефли взял, подумал нерешительно Илья Ильич. Да нет, тот бы и мелочь взял. Так что ж там есть еще, спросил он. А ничего не было, вон вчерашние ветчины нет ли, надо у Анисии спросить, сказал Захар. Принести что ли? Принеси что есть. — Да как это не было? Так не было, сказал Захар и ушел, а Илья Ильич медленно и задумчиво прохаживался по кабинету. — Да много хлопот, говорил он тихонько, вон хоть бы в плане, пропасть еще работы, а сыр-то ведь оставался, прибавил он задумчиво. Съел этот Захар, да и говорит, что не было. И куда это запропастились медные деньги, говорил он, шаря на столе рукой. Через четверть часа Захар отворил дверь под носом, который держал в обеих руках, и, войдя в комнату, хотел ногой притворить дверь, но промахнулся и ударил по пустому месту. Рюмка упала, а вместе с ней еще пробка с графина и булка. «Не шагу без этого», сказал Илья Ильич, «но хоть подними же, что уронил, а он еще стоит да любуется». Захар с под носом в руках наклонился было поднять булку, но присев, вдруг увидел, что обе руки заняты, и поднять нечем. «Ну-ка подними», с насмешкой говорил Илья Ильич. «Что ж ты, зачем дело стало?» «О, чтоб вам пусто было, проклятые!» с яростью разразился Захар, обращаясь к уроненным вещам. «Где это видано завтракать перед самым обедом?» и, поставив под нос, он поднял с пола, что уронил. Взял булку, он дунул на нее и положил на стол. Илья Ильич принялся завтракать, а Захар остановился в некотором отдалении от него, поглядывая на него стороной и намереваясь по-видимому что-то сказать. Но Обломов завтракал, не обращая на него ни малейшего внимания. Захар кашлянул раза два. Обломов все ничего. Управляющий опять сейчас присылал. Робко заговорил наконец Захар. Подрядчик был у него. Говорит, нельзя ли взглянуть на нашу квартиру? Насчет переделки то все. Илья Ильич кушал, не отвечая ни слова. Илья Ильич помолчав еще тише сказал Захар. Илья Ильич сделал вид, что не слышит. На будущей неделе велят съезжать, просипел Захар. Обломов выпил рюмку вина и молчал. Как же нам быть-то Илья Ильич почти шепотом сказал Захар. А я тебе запретил говорить мне об этом, строго сказал Илья Ильич и привстав подошел к Захару. Тот попятился от него. «Какой ты ядовитый человек, Захар!» прибавил Обломов с чувством. Захар обиделся. «Вот», сказал он, «ядовитый! Что я за ядовитый? Я никого не убил!» «Как же не ядовитый!» повторил Илья Ильич. «Ты отравляешь мне жизнь!» Я не ядовитый!» твердил Захар. «Что ты ко мне пристаешь с квартирой?» «Что ж мне делать-то?» «А мне что делать?» «Вы хотели ведь написать к домовому хозяину?» «Ну и напишу, погоди, нельзя же вдруг!» «Вот бы теперь и написали!» «Теперь, теперь, еще у меня поважнее есть дело. Ты думаешь, что это дрова рубить?» «Тяп-да-ляп!» «Вон!» говорил Обломов, поворачивая сухое перо в чернильнице. «И чернил-то нет! Как я стану писать?» «А я вот сейчас квасом разведу!» сказал Захар и, взяв чернильницу, проворно пошел в переднюю, а Обломов начал искать бумаги. «Да никак и бумаги-то нет!» говорил он сам с собой, роясь в ящике и ощупывая стол. «Да и так нет! Ах, этот Захар, житья нет от него!» «Ну как же ты не ядовитый человек!» сказал Илья Ильич вошедшему Захару. «Ни зачем не посмотришь? Как же в доме бумаги не иметь?» «Да что это Илья Ильич за наказание? Я христианин! Что же вы ядовитым-то броните? Далось ядовитый! Мы при старом барине родились и выросли. Он и щенком изволил бронить, и за уши драл, а этакого слова не слыхивали. Выдумок не было, долго ли до греха? Вот бумага, извольте!» Он взял с этажерки и подал ему поллиста серой бумаги. «На этом разве можно писать?» спросил Обломов, бросив бумагу. «Я этим на ночь стакан закрывал, чтоб туда не попало что-нибудь ядовитое». Захар отвернулся и смотрел в стену. «Ну, да нужды нет. Подай сюда, я начерно напишу, а Алексеев уже перепишет». Илья Ильич сел к столу и быстро вывел. милостивый государь». «Какие скверные чернила!» сказал Обломов. «В другой раз у меня держи ухо востро, Захар, и делай свое дело как следует». Он подумал немного и начал писать. «Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки, вполне соответствуют моему образу жизни и приобретенной вследствие долгого пребывания в всем доме привычке. Известясь через крепостного моего человека Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира...» Обломов остановился и прочитал написанное. «Нескладно», сказал он. «Тут два раза сряду что, а там два раза который...» Он пошептал и переставил слова. Вышло, что который относится к этажу опять неловко. Кое-как переправил и начал думать, как бы избежать два раза что. Он то зачеркнет, то опять поставит слово. раза три переставлял что, но выходило или бессмыслица, или соседство с другим что. «И не отвяжешься от этого другого-то что?» сказал он с нетерпением. «Да черт с ним совсем с письмом-то, ломать голову из таких пустяков, и отвык деловые письма писать. А вот третий час в исходе. Захар, на вот тебя...» Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол. «Видел?» спросил он. «Видел», отвечал Захар, подбирая бумажки. «Так не приставай больше с квартирой. А это что у тебя?» «А счеты-то...» «Ах ты, Господи, ты совсем измучишь меня. Ну, сколько тут, говори скорей». «Да вот мяснику восемьдесят шесть рублей пятьдесят четыре копейки». Илья Ильич всплеснул руками. «Ты с ума сошел? Одному мяснику такую кучу денег?» «Не платили месяца три, так и будет куча. Вот оно тут записано не украли». «Ну, как же ты неядовитый», сказал Обломов. «На миллион говядины купил. Вот что это в тебя идет? Добро бы впрок». «Не я съел», огрызался Захар. «Нет, не ел?» «Что же вы мне хлебом-то попрекаете? Вот, смотрите». И он совал ему счеты. «Ну, еще кому?» говорил Илья Ильич, отталкивая с досадой замасленные тетрадки. «Еще сто двадцать один рубль восемнадцать копеек хлебнику да зеленщику». «Это разорение, это ни на что не похоже», говорил Обломов, выходя из себя. «Что ты, корова, что ли, чтоб столько зелени сживать?» «Нет, я ядовитый человек», с горечью заметил Захар, повернувшись со всем стороной к барину. «Как бы не пускали Михея Андреевича, так бы меньше выходило», прибавил он. «Ну, сколько ж это будет всего? Считай», говорил Илья Ильич и сам начал считать. Захар делал ту же выкладку по пальцам. «Черт знает, что за вздор выходит. Всякий раз разное», сказал Обломов. «Ну, сколько у тебя? Двести, что ли?» «Вот погодите, дайте срок», говорил Захар, зажмуриваясь и ворча. «Восемь десятков да десять десятков, восемнадцать да два десятка». «Ну, ты никогда этак не кончишь», сказал Илья Ильич. «Поди-ка к себе, а счеты подай мне завтра, да позаботься о бумаге и чернилах». «Это такая куча денег. Говорил, чтоб понемножку платить. Нет, норовит все вдруг. Народит». «Двести пять рублей семьдесят две копейки», сказал Захар, сосчитав. «Денег пожалуйте». «Как же, сейчас?» «Еще погоди, я поверю завтра». «Воля ваша, Илья Ильич, они просят». «Ну-ну, отстань, сказал завтра, так завтра и получишь, иди к себе, а я займусь, у меня поважнее есть забота». Илья Ильич уселся на стуле, подобрал под себя ноги и не успел задуматься, как раздался звонок. Явился низенький человек с умеренным брюшком, белым лицом, румяными щеками и лысиной, которую с затылка, как бахрома, окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и так лоснилась, как будто была выточена из слоновой кости. Лицо гостя отличалось заботливо, внимательным ко всему, на что он не глядел, выражением, сдержанностью во взгляде, умеренностью в улыбке и скромно официальным приличием. Одет он был в покойный фраг, отворявшийся широко и удобно как ворота почти от одного прикосновения. Белье на нем так и блистало белизной, как будто под стать лысине. На указательном пальце правой руки надет был большой массивный перстень с каким-то темным камнем. «Доктор, какими судьбами?» воскликнул Обломов, протягивая одну руку гостю, а другое подвигая стул. «Я соскучился, что вы все здоровы, не зовете, сам зашел», ответил доктор шутливо. «Нет», прибавил он потом серьезно, «я был вверху у вашего соседа, да и зашел проведать». «Благодарю». «А что, сосед?» «Что? Недели три-четыре, а может быть, до осени дотянет, а потом...» «Водяная в груди, конец известный». «Ну, вы что?» Обломов печально тряхнул головой. «Плохо, доктор, я сам подумывал посоветоваться с вами. Не знаю, что мне делать. Желудок почти не варит, под ложечкой тяжесть, изжога замучило, дыхание тяжело», говорил Обломов с жалкой миной. «Дайте руку», сказал доктор, взял пульс и закрыл на минуту глаза. «А кашель есть?» спросил он. «По ночам, особенно когда поужинаю». «Биение сердца бывает? Голова болит?» И доктор сделал еще несколько подобных вопросов, потом наклонил свою лысину и глубоко задумался. Через две минуты он вдруг приподнял голову и решительным голосом сказал, «Если вы еще года два-три проживете в этом климате, да будете все лежать, есть жирное и тяжелое, вы умрете ударом». Обломов встрепенулся. «Что ж мне делать? Научите ради Бога?» спросил он. «То же, что другие делают, ехать за границу». «За границу?» с изумлением повторил Обломов. «Да, а что?» «Помилуйте, доктор, за границу, как это можно? Отчего же не можно?» Обломов молча обвел глазами себя, потом свой кабинет и машинально повторил. «За границу. Что ж вам мешает?» «Как что?» «Все?» «Что ж все?» «Денег, что ли, нет?» «Да, да, вот денег-то в самом деле нет», живо заговорил Обломов, обрадовавшись этому самому естественному препятствию, за которое он мог спрятаться совсем с головой. «Вы посмотрите-ка, что мне староста пишет. Где письмо? Куда я его девал? Захар?» «Хорошо, хорошо», заговорил доктор, «это не мое дело, мой долг сказать вам, что вы должны изменить образ жизни, место, воздух, занятия, все-все». «Хорошо, я подумаю», сказал Обломов, «куда же мне ехать и что делать?» спросил он, «поезжайте в Киссинген или в Эмс», начал доктор, «там проживете июнь-июль, пейте воды, потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль, лечитесь виноградом, там проживете сентябрь и октябрь». «Черт знает что, в Тироль!» едва слышно прошептал Илья Ильич, «потом куда-нибудь в сухое место, хоть и в Египет». «Вона!» подумал Обломов, «устраняйте заботы и огорчения». «Хорошо вам говорить», заметил Обломов, «вы не получаете от старосты таких писем». «Надо тоже избегать мыслей», продолжал доктор. «Мыслей?» «Да, умственного напряжения». «А план устройства имения?» «Помилуйте, разве я осиновый чурбан?» «Ну, там, как хотите. Мое дело только остеречь вас. Старостей тоже надо беречься, они вредят лечению. Надо стараться развлекать себя верховой ездой, танцами, умеренным движением на чистом воздухе, приятными разговорами, особенно с дамами, чтоб сердце билось слегка и только от приятных ощущений». Обломов слушал его, повеся голову. «Потом», спросил он, «потом от чтения писания Божий вас сохрани, наймите вилу окнами на юг, побольше цветов, чтоб около были музыка до женщины, а пищу какую? Пищи мясной и вообще животной избегайте, мучнистой и студенистой тоже, можете кушать легкий бульон, зелень, только берегитесь, теперь холера почти везде бродит, так надо осторожнее, ходить можете часов восемь в сутки, заведите ружье, господи!» простонал Обломов, «наконец, заключил доктор, к зиме поезжайте в Париж, и там в вихре жизни, развлекайтесь, не задумывайтесь, из театра на бал в маскарад за город с визитами, чтоб около вас друзья, шум, смех, не нужно ли еще чего-нибудь?» спросил Обломов с худо скрытой досадой. Доктор задумался, «разве попользоваться морским воздухом, сядьте в Англии на пароход, да прокатитесь до Америки?» Он встал и стал прощаться. «Если вы все это исполните в точности, говорил он, хорошо, хорошо, непременно исполню», едко отвечал Обломов, провожая его. Доктор ушел, оставив Обломова в самом жалком положении. Он закрыл глаза, положил обе руки на голову, сжался на стуле в комок и так сидел никуда не глядя, ничего не чувствуя. Сзади его послышался робкий зов. «Илья Ильич». «Ну?» откликнулся он. «А что ж управляющему-то сказать? О чем? А насчет того, чтоб переехать?» «Ты опять об этом?» с изумлением спросил Обломов. «Да как же, батюшка Илья Ильич быть-то мне? Сами рассудите. И так жизнь-то моя горька. Я в гроб гляжу». «Нет, ты, видно, в гроб меня хочешь вогнать своим переездом», сказал Обломов. «Послушай-ка, что говорит доктор». Захар не нашел, что сказать, только вздохнул так, что концы шейного платка затрепетали у него на груди. «Ты решился уморить, что ли, меня?» спросил опять Обломов. «Я надоел тебе, а? Ну, говори же». «Христос с вами, живите на здоровье, кто вам зла желает?» ворчал Захар в совершенном смущении от трагического оборота, который начинала принимать речь. «Ты, сказал Илья Ильич, я запретил тебе заикаться о переезде, а ты не проходит дня, чтоб пять раз не напомнил мне, ведь это расстроивает меня, пойми ты, и так здоровье мое никуда не годится». Я думал, сударь, что отчего, мол, думал не переехать, дрожащим от душевной тревоги голосом говорил Захар. «Отчего не переехать? Ты так легко судишь об этом», говорил Обломов, оборачиваясь с креслами к Захару. «Да ты вникнул ли хорошенько, что значит переехать, а?» «Верно, не вникнул». «И так не вникнул», смиренно сказал Захар, готовый во всем согласиться с барином, лишь бы не доводить дело до патетических сцен, которые были для него хуже горькой редьки». «Не вникнул, так слушай, да и разбиви, можно переезжать или нет». «Что значит переехать?» «Это значит, барин, уйди на целый день, да так одеты с утра и ходи». «Что ж, хоть бы уйти», заметил Захар. «Отчего же и не отлучиться на целый день, ведь не здорово сидеть дома, вон вы какие нехорошие стали. Прежде вы были как огурчик, а теперь как сидите, бог знает на что похожи. Походили бы по улицам, посмотрели бы на народ или на другое что». «Полно вздор молоть, а слушай, сказал Обломов, ходить по улицам». «Да право», продолжал Захар с большим жаром, «Вон, говорят, какое-то неслыханное чудовище привезли, его бы поглядели, в театр или маскарад бы пошли, а тут бы без вас и переехали». «Не болтай, Пустяков, славно ты заботишься о барском покое, по-твоему шатайся целый день, тебе нужды нет, что я пообедаю невесть где и как и не прилягу после обеда. Без меня они тут перевезут. Не догляди-таки перевезут черепки». «Знаю я», с возрастающей убедительностью говорил Обломов, «что значит перевозка? Это значит ломка, шум. Все вещи свалят в кучу на полу тут и чемодан, и спинка дивана, и картины, и чубуки, и книги, и склянки какие-то, которых в другое время и не видать, а тут черт знает откуда возьмутся. Смотри за всем, чтобы не растеряли, да не переломали. Половина тут другая на возу или на новой квартире. Захочется покурить, возьмешь трубку, а табак уж уехал. Хочешь сесть, да не на что. До чего не дотронулся, выпачкался, все в пыли, вымыться нечем, и ходи вон с этакими руками, как у тебя. У меня руки чистые, заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо рук. — Ну, ну, не показывай только, сказал Илья Ильич, отворачиваясь. А захочется пить, продолжал Обломов. Взял графин, да стакана нет. Можно и из графина напиться, добродушно прибавил Захар. Вот у вас все так, можно и не мести, и пыли не стирать, и ковров не выколачивать. А на новой квартире продолжал Илья Ильич, увлекаясь сам живо представившейся ему картиной переезда. Дня в три не разберутся. Все не на своем месте. Картины у стен на полу, галоши на постели, сапоги в одном узле с чаем да с помадой. Того глядишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картине разбито, или диван в пятнах. Чего не спросишь, нет, никто не знает, где или потеряно или забыто на старой квартире. Беги туда. В ину пору раз десять взад и вперед сбегаешь, перебил Захар. Вот видишь ли, продолжал Обломов, а встанешь на новой квартире утром, что за скука, ни воды неугольев нет, а зимой так холодом насидишься, настудят комнаты, а дров нет, поди, бегай, занимай. Еще каких соседей Бог даст, заметил опять Захар, от иных не то, что вязанки дров, ковша воды не допросишься. То-то же, сказал Илья Ильич. Переехал К вечеру кажется бы и конец хлопотом. Нет, еще провозишься недели две. Кажется, все расставлено, смотришь, что-нибудь да осталось. Шторы привесить, картинки приколотить, душу всю вытянет, жить не захочется. А издержек, издержек, прошлый раз восемь лет назад рублев двести стало. Как теперь помню, подтвердил Захар. Ну вот, шутка, говорил Илья Ильич. А как дико жить сначала на новой квартире? Скоро ли привыкнешь? Да я ночей пять не усну на новом месте. Меня тоска загрызет. Как встану да увижу вон вместо этой вывески токаря другое что-нибудь напротив. Или вон, ежели из окна не выглянет эта стрижная старуха перед обедом, так мне и скучно. Видишь ли ты сам теперь, до чего доводил барина, а? Спросил с упреком Илья Ильич. Вижу, прошептал смиренно Захар. Зачем же ты предлагал мне переехать? Станет ли человеческих сил вынести все это? Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно, сказал Захар. Что? Что? Вдруг с изумлением спросил Илья Ильич, приподнимаясь с кресел. Что ты сказал? Захар вдруг смутился, не зная, чем он мог подать барину повод к патетическому восклицанию и жесту. Он молчал. Другие не хуже, с ужасом повторил Илья Ильич. Вот ты до чего договорился. Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что другой. Обломов поклонился иронически Захару и сделал в высшей степени оскорбленное лицо. Помилуйте, Илья Ильич, разве я равняю вас с кем-нибудь? С глаз долой! Повелительно сказал Обломов, указывая рукой на дверь. Я тебя видеть не могу. А? Другие. Хорошо. Захар с глубоким вздохом удалился к себе. Эка жизнь, подумаешь, ворчал он, садясь на лежанку. Боже мой! Стонал тоже Обломов. Вот хотел посвятить утро дельному труду, а тут расстроили на целый день. И кто же? Свой собственный слуга, преданный, испытанный. А что сказал? И как это он мог? Обломов долго не мог успокоиться. Он ложился, вставал, ходил по комнате и опять ложился. Он в низведении себя Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому. Он вникал в глубину этого сравнения и разбирал, что такое другие и что он сам, в какой степени возможно и справедливо это параллель и как тяжела обида, нанесенная ему Захаром. Наконец, сознательно ли оскорбил его Захар, то есть убежден ли он был, что Илья Ильич все равно, что другой или так это сорвалось у него с языка без участия головы. Все это задело самолюбие Обломова и он решился показать Захару разницу между ним и теми, которых разумел Захар под именем других и дать почувствовать ему всю гнусность его поступка. Захар протяжно и торжественно кликнул он. Захар, услышав этот зов, не прыгнул по обыкновению с лежанки, стуча ногами, не заворчал. Он медленно сполз с печки и пошел, задевая за все и руками, и боками, тихо, нехотя, как собака, которая по голосу господина чувствует, что проказа ее открыта и что зовут ее на расправу. Захар отворил в половину дверь, но войти не решался. — Войди, — сказал Илья Ильич. Хотя дверь отворялась свободно, но Захар отворял так, как будто нельзя было пролезть, и оттого только завяз в двери, но не вошел. Обломов сидел на краю постели. — Поди сюда, — настойчиво сказал он. Захар с трудом высвободился из двери, но тотчас притворил ее за собой и прислонился к ней плотно спиной. — Сюда, — говорил Илья Ильич, указывая пальцем место под для себя. Захар сделал полшага и остановился за две сажения от указанного места. — Еще, — говорил Обломов. Захар сделал вид, что будто шагнул, а сам только качнулся, стукнул ногой и остался на месте. Илья Ильич, видя, что ему никак не удастся на этот раз подманить Захара ближе, оставил его там, где он стоял, и смотрел на него несколько времени молча сукаризной. Захар, чувствуя неловкость от этого безмолвного созерцания его особы, делал вид, что не замечает барина, и более, нежели когда-нибудь, стороной стоял к нему, и даже не кидал в эту минуту своего одностороннего взгляда на Илью Ильича. Он упорно стал смотреть налево, в другую сторону. Там увидал он давно знакомый ему предмет, бахрому из паутины около картин, и в пауке живой упрек своему нерадению. Захар тихо, с достоинством произнес Илья Ильич. Захар не отвечал, он, кажется, думал, «Ну, чего тебе, другого, что ли, Захара, ведь я тут стою?» И перенес взгляд свой мимо барина слева направо. Там тоже напоминало ему о нем самом зеркало, подернутое, как кисеей, густою пылью. Сквозь нее дико исподлобья, смотрел на него, как из тумана собственный его угрюмый и некрасивый лик. Он с неудовольствием отвратил взгляд от этого грустного, слишком знакомого ему предмета и решился на минуту остановить его на Илье Ильиче. Взгляды их встретились. Захар не вынес укора, написанного в глазах барина, и потупил свои вниз под ноги. Тут опять в ковре, пропитанном пылью и пятнами, он прочел печальный аттестат своего усердия к господской службе. Захар с чувством повторил Илья Ильич. Чего изволите, едва слышно прошептал Захар и чуть-чуть вздрогнул, предчувствуя патетическую речь. Дай мне квасу, сказал Илья Ильич. У Захара отлегло от сердца. Он с радости как мальчишка проворно бросился в буфет и принес квасу. «Что? Каково тебе?» кротко спросил Илья Ильич, отпив из стакана и держа его в руках. «Ведь нехорошо?» Вид дикости на лице Захара мгновенно смягчился блеснувшим в чертах его лучом раскаяния. Захар почувствовал первые признаки проснувшегося в груди и подступившего к сердцу благоговейного чувства к барину, и он вдруг стал смотреть прямо ему в глаза. «Чувствуешь ли ты свой проступок?» спросил Илья Ильич. «Что это за проступок за такой?» думал Захар с горестью. «Что нибудь жалкое, ведь нехотя заплачешь, как он станет этак-то пропекать?» «Что ж, Илья Ильич?» начал Захар с самой низкой ноты своего диапазона. «Я ничего не сказал, о кроме того, что, нет, ты погоди, перебил обломов, ты понимаешь ли, что ты сделал? На вот, поставь стакан на стол и отвечай». Захар ничего не отвечал и решительно не понимал, что он сделал, но это не помешало ему с благоговением посмотреть на барина. Он даже понурил немного голову, сознавая свою вину. «Как же ты не ядовитый человек», говорил обломов. Захар все молчал, только крупно мигнул раза три. «Ты огорчил барина», с расстановкой произнес Илья Ильич и пристально смотрел на Захара, наслаждаясь его смущением. Захар не знал, куда деваться от тоски. «Ведь огорчил?» спросил Илья Ильич. «Огорчил?» шептал, растерявшись совсем, Захар от этого нового жалкого слова. Он метал взгляды направо, налево и прямо, ища в чем-нибудь спасение, и опять замелькали перед ним и паутина, и пыль, и собственное отражение, и лицо барина. «Хоть бы сквозь землю провалиться! Эх, смерть не идет!» Подумал он, видя, что не избежать ему патетической сцены, как не вертись. И так он чувствовал, что мигает чаще и чаще, и вот того и гляди, брызнут слезы. Наконец он отвечал барину известной песней, только в прозе. «Чем же я огорчил вас, Илья Ильич?» «Почти плача», сказал он. «Чем?» повторил Обломов. «Да ты подумал ли, что такое другой?» Он остановился, продолжая глядеть на Захара. «Сказать ли тебе, что это такое?» Захар повернулся, как медведь в берлоге и вздохнул на всю комнату. «Другой, кого ты разумеешь, есть голь окаянная, грубый, необразованный человек, живет грязно, бедно, на чердаке, он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе, что это кому сделается?» «Ничего. Трескает то он картофель да селедку. Нужда мечет его из угла в угол, он и бегает день-день ской. Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Он, Легаев, возьмет линейку под мышку да две рубашки в носовой платок и идет. «Куда, мол, ты?» «Переезжаю», говорит. «Вот этот так другой, а я, по-твоему, другой, а?» Захар взглянул на барина, переступил с ноги на ногу и молчал. «Что такое другой?» продолжал Обломов. «Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, одевается сам, хоть иногда и барином смотрит да врет, он и не знает, что такое прислуга. Послать некого, сам сбегает за чем нужно, и дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрет». «Из немцев много таких?» Угрюмо сказал Захар. «Тот-то же, а я?» «Как ты думаешь, я другой?» «Вы совсем другой», жалобно сказал Захар, все не понимавший, что хочет сказать барин. «Бог знает, что это напустило такое на вас». «Я совсем другой, а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь. Ты разбери-ка, как другой-то живет. Другой работает без устали, бегает, суетится», продолжал Обломов. «Не поработает, так и не поест. Другой кланяется, другой просит, унижается. А я? Ну-ка, реши. Как ты думаешь, другой я, а?» «Да полно вам, батюшка, томить-то меня жалкими словами», умолял Захар. «Ах ты господи, я другой, да разве я мечусь, разве работаю, мало ем, что ли, худощав или жалок на вид, разве не достает мне чего-нибудь, кажется, подать, сделать, есть кому? Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава Богу. Стану ли я беспокоиться, из чего мне, и кому я это говорю, не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался. так как же это у тебя? Да стало духу равнять меня с другими, разве у меня такое здоровье, как у этих других? Разве я могу все это делать и перенести? Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова, но губы у него вздулись от внутреннего волнения, патетическая сцена гремела как туча над головой его. Он молчал. Захар повторил Илья Ильич. Чего изволите? Чуть слышно прошипел Захар. Дай еще квасу. Захар принес квасу, и когда Илья Ильич напившись отдал ему стакан, он было проворно пошел к себе. Нет, нет, ты постой, заговорил Обломов. Я спрашиваю тебя, как ты мог так горько оскорбить барина, которого ты ребенком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе. Захар не выдержал. Слово благодетельствует доконало его. Он начал мигать чаще и чаще. Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем грустнее становилось ему. Виноват Илья Ильич, начал он сипеть с раскаянием. Это я по глупости, право, по глупости. И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей речи. А я, продолжал обломав голосом оскорбленного и не оцененного по достоинству человека, еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горит, сердце замирает, по ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше. А о ком? Для кого? Все для вас, для крестьян, стало быть, и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь своим одеялом с головой, что я лежу, как пень, да сплю? Нет, не сплю я, а думаю, все крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня, Господу Богу, на страшном суде, а молились бы, допоминали меня добром. Неблагодарные. С горьким упреком заключил обломов. Захар тронулся окончательно последними жалкими словами. Он начал понемногу всхлипывать. Сипение и хрипение слились в этот раз в одну невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского тамтама. «Батюшка Илья Ильич, умолял он, полно вам, что вы, Господь, с вами такое несете? Ах ты, мать пресвятая Богородица, какая беда вдруг стряслась нежданно негаданно! А ты продолжал, не слушая его обломов, ты бы постыдился выговорить-то. Вот какую змею отогрел на груди. «Сбия!» произнес Захар, всплеснув руками, и так приударил плачем, как будто десятка два жуков влетели и зажужжали в комнате. «Когда же я змею поминал?» говорил он среди рыданий. «Да я и во сне-то не вижу ее поганую!» Оба они перестали понимать друг друга, а наконец каждая и себя. «Да как это язык поворотился у тебя!» продолжал Илья Ильич. «А я еще в плане моем определил ему особый дом, огород, отцепной хлеб, назначил жалование. Ты у меня и управляющий, и мажордом, и поверенный по делам. Мужики тебе в пояс все тебе Захар Трофимович, да Захар Трофимович, а он все еще недоволен, в другие пожаловал. Вот и награда, славно барина честит!» Захар продолжал всхлипывать, и Илья Ильич был сам растроган. Увещевая Захара, он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодеяний, оказанных им крестьянам, и последние упреки досказал дрожащим голосом со слезами на глазах. «Ну, теперь иди с Богом», сказал он примирительным тоном Захару. «Да постой, дай еще квасу, в горле совсем пересохло. Сам бы догадался, слышишь, барин хрипит, да чего довел, надеюсь, что ты понял свой проступок», говорил Илья Ильич, когда Захар принес квасу, «и вперед не станешь сравнивать барина с другими, чтоб загладить свою вину, ты как-нибудь уладь с хозяином, чтоб мне не переезжать. Вот как ты бережешь покой барина, расстроился всем и лишил меня какой-нибудь новой полезной мысли. «А у кого отнял у себя же? Для вас я посвятил всего себя, для вас вышел в отставку, сижу в заперти. Ну, да бог с тобой, вон три часа бьет, два часа только до обеда, что успеешь сделать в два часа? Ничего, а дело куча, так и быть, письмо отложу до следующей почты, а план набросаю завтра. Ну, а теперь прилягу немного, измучился совсем. Ты опусти шторы, да затвори меня поплотнее, чтоб не мешали. Может быть, я с часик и усну, а в половине пятого разбуди. Захар начал закупоривать барина в кабинете. Он сначала покрыл его самого и подоткнул одеяло под него. Потом опустил шторы, плотно запер все двери и ушел к себе. Чтоб тебе издохнуть, леший этакой, ворчал он, натирая следы слез и влезая на лежанку. Право, леший, особый дом, огород, жалование, говорил Захар, понявший только последние слова. Мастер жалкий-то слова говорить, так по сердцу точно ножом и режет. Вот тут мой и дом, и огород, тут и ноги протяну, говорил он, с яростью ударяя по лежанке. Жалование, как не приберешь гривен до пятаков к рукам, так и табаку ни на что купить, и куму нечем попотчевать, чтоб тебе пусто было, подумаешь, смерть-то не идет. Илья Ильич лег на спину, но не вдруг заснул. Он думал, думал, волновался, волновался. Два несчастья вдруг, говорил он, завертываясь в одеяло совсем с головой. Прошу устоять. Но в самом-то деле эти два несчастья, то есть зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, переставали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний. До бед, которыми грозит староста, еще далеко, думал он, до тех пор многое может перемениться, авось дожди поправят хлеб, может быть, недоимки староста пополнит. Бежавших мужиков водворят на место жительства, как он пишет. И куда это они ушли, эти мужики? Думал он и углубился более в художественное рассмотрение этого обстоятельства. Поди, чай, ночью ушли по сырости без хлеба. Где же они уснут? Неужели в лесу? Ведь не сидится же в избе хоть и скверно пахнет, да тепло, по крайней мире. И что тревожиться, думал он, скоро и план подоспеет, чего ж пугаться заранее. Эх, я... Мысль о переезде тревожила его несколько более. Это было свежее, позднейшее несчастье, но в успокоительном духе Обломова и для этого факта наступала уже история. Хотя он смутно и предвидел неизбежность переезда, тем более, что тут вмешался Тарантиев, но он мысленно отдалял это тревожное событие своей жизни хоть на неделю. И вот уже выиграно целая неделя спокойствия. А может быть, еще Захар постарается так уладить, что и вовсе не нужно будет переезжать, авось обойдутся, отложат до будущего лета или совсем отменят перестройку, ну, как-нибудь да сделают, нельзя же в самом деле переезжать. Так он попеременно волновался и успокаивался. И наконец, в этих примирительных и успокоительных словах «Авось», «Может быть» и «Когда-нибудь», Обломов нашел и на этот раз, как находил всегда, целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших. И в настоящую минуту он успел оградить себя ими от двух несчастей. Уже легкое приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозы туманят поверхность вод. Еще минута и сознание улетело бы, бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. А ведь я не умылся. Как же это? Да и ничего не сделал, прошептал он. Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не поверил и денег не выдал. Утро так и пропало. Он задумался. Что же это такое? А другой бы все это сделал? Мелькнуло у него в голове другой, другой, что же это такое другой? Он углубился в сравнении себя с другим. Он начал думать, думать, и теперь у него формировалась идея совсем противоположная той, которую он дал Захару о другом. Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собой, другой и переехал бы на новую квартиру и план вспомнил бы и в деревню съездил бы. Ведь я бы мог все это, думалось ему, ведь я умею, кажется, и писать. Писывал бывало не то, что письма, а помудренее этого. куда же все это делось? И переехать что за штука стоит захотеть? Другой халата никогда не надевает. Прибавилось еще к характеристике другого. Другой. Тут он зевнул. Почти не спит. Другой тешится жизнью, везде бывает, все видит, да всего ему дело. А я, я не другой. Уже с грустью сказал он и впал в глубокую дому. Он даже высвободил голову из-под одеяла. Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью, когда в голове просыпались один за другим и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине разные жизненные вопросы. Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему, и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования. В робкой душе его выработавалось мучительное сознание, что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца. А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее светлое начало. Может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью наносным ссором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли. Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения. И уж не выбраться ему, кажется, из глуши и дичи на прямую тропинку. Лес кругом его и в душе все чаще и темнее. Тропинка зарастает более и более, светлое сознание просыпается все реже и только на мгновение будет спящей силы. Ум и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратно. События его жизни умельчились до микроскопических размеров. Но и с теми событиями не справится он. Он не переходит от одного к другому, а перебрасывается ими, как с волны на волну. Он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумом вслед за другим. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою. Бесплодное сожаление о минувшем, жгучие упреки совести и извили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их. Но на кого? это все Захар прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. Что если б кто-нибудь слышал это, думал он, цепенея от этой мысли. Слава Богу, что Захар не сумеет пересказать никому, да и не поверят, слава Богу. Он вздыхал, проклинал себя, ворочался сбоку на бок, искал виноватого и не находил. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара. Эк его там сквасу-то раздувает, сердцем ворчал Захар. А чего же это я такой? Почти со слезами спросил себя обломав и спрятал опять голову под одеяло. Право. Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему жить как следует, как живут другие, он вздохнул, закрыл глаза и через несколько минут дремота опять начала понемногу оковывать его чувства. Я бы тоже хотел, говорил он, мигая с трудом. Что-нибудь такое? Разве природа уж так обидела меня? Да нет, слава Богу, ужаловаться нельзя. За этим послышался примирительный вздох. Он переходил от волнения к нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии. Видно уж так судьба. Что ж мне тут делать? Едва шептал он, одолеваемый сном. Яко две тысячи поменее доходу, сказал он вдруг громко в бреду. Сейчас, сейчас погоди. И очнулся в половину. Однако любопытно бы знать, отчего я такой, сказал он опять шепотом. Веки у него закрылись совсем. Да, отчего, должно быть, это оттого. Силился выговорить он и не выговорил. Так он и не додумался до причины. Язык и губы мгновенно замерли на полуслове и остались, как были, полуоткрыты. Вместо слова послышался еще вздох, и вслед затем начало раздаваться ровное храпение безмятежно спящего человека. Сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенес его в другую эпоху, к другим людям, в другое место. Куда перенесемся за ним и мы с читателем в следующей главе? Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok